Всем привет дорогие друзья, с вами Gameplay, меня зовут Юрий Аксёнов и это обзор на игру FIFA 2015 Ultimate Team от EA Games между прочим. Ну что ж, давайте посмотрим, что здесь нового, почему игра во-первых называется Ultimate Team, то есть остались ли другие режимы игры, почему здесь сказано только об одном режиме, который также был и в предыдущей игре. Итак, EA Games официально заявили, что все остальные режимы они убирают и оставляют только Ultimate Team, поэтому FIFA 15 для мобильных устройств будет содержать именно только её. Чем же заключается суть этого режима? В том, что если вы не знаете, конечно, из прошлой части, то здесь вы можете формировать свою супер команду из любых игроков, покупать других и благодаря этому создать команду звёзд или просто хорошую команду. Управлять её тактикой и так далее. В общем, в этом исключается смысл игры. Но игра осталась точно, в принципе, такая же, кардинальных изменений в ней не произошло. Ну а что стало лучше, что стало хуже, мы увидим на примере уже самой игры. Итак, какие здесь есть вообще вкладочки? Есть вкладочка Start, здесь вы можете состав улучшать, забирать награду за выполнение различных заданий, играть в сезонах. Дальше что вы можете делать? Здесь тоже у нас есть ссылочка на сезоны, есть быстрый матч, есть команда недели, можно вызвать вызов лучшей команды недели. Можно сыграть в игры недели, то есть это реальные игры, которые на этой неделе будут проходить во всём мире. Здесь есть также и российская премьер-лига, что, конечно же, не может не радовать. Есть просто турниры, есть раздел трансферы, где на рынке вы можете приобретать игроков и, соответственно, так далее. Здесь, собственно, ставки нужно будет ставить. Дальше раздел клуб у нас имеется. Здесь можно посмотреть свой состав, какие задания вы выполнили. И есть магазин, что вы здесь можете делать? Вы здесь можете тратить монеты на различные очки, на наборы и так далее. Что касается настройок, давайте посмотрим, что есть в настройках у нас. Здесь есть длительность тайма, поминутно устанавливается, до 10 минут можно тайм ставить, от 2 до 10. Уровень сложности, схема управления, любители классика, позиция кнопок, обучение, левша-правша, большие кнопки и так далее. Можно включить-выключить звук в игре, в меню. Музыка здесь, опять-таки, очень хорошая, как и во всех сериях FIFA, но я её отключил, потому что не хочу нарушать авторские права. Можно скачать комментатора, русского языка нету, есть французский, испанский, немецкий и английский. Возможно, в будущем и появятся русские, но, если честно, я сомневаюсь. Есть настройки экрана, ну, в общем, всё понятно. И общие настройки, можно переименовать свой клуб, удалить его, войти в Facebook и так далее. Игра распространяется бесплатно, но в России она пока что недоступна. И в связи с этим, может быть, у вас произойти такое, то, что не будут работать сохранения, или же вы, если вы злогинитесь через Facebook, то игра может перестать работать. Ну, собственно, давайте отправимся в быстрый матч, наверное, чтобы долго не думать. И попробуем поиграть и посмотреть на то, что стало с игрой, какие в ней, собственно, появились изменения, улучшения и так далее. Так, сыграем матч. Можно, кстати, если вы не хотите играть, выбрать симулятор, то есть вы не будете играть, а просто примерно по силам матч сам пройдёт, и вам будет показан всего лишь результат. Но, естественно, интересней поиграть самому, потому что подобные вещи можно проделать и в обычном менеджере. То есть посмотреть исход матча согласно качеству игры ваших игроков и так далее. Ну, в принципе, из управления всё осталось точно так же. Что касается окружающего мира, если честно, то я тоже прям каких-то кардинальных улучшений я не заметил. Но вот что касается игроков, здесь, конечно, можно, наверное, выделить небольшие улучшения в плане лица. А лица у игроков стали более, наверное, ну, нереалистичными, а по крайней мере, игроки стали больше, похоже, стали сами на себя. И это тоже, естественно, наверное, огромный плюс. Что стоит сказать? Стоит ли удалять FIFA 14 на планшете, устанавливать FIFA 15? В принципе, наверное, нет. Но, наверное, потому что особых изменений нет. Единственное, что, наверное, здесь уже более обновлённый состав игроков, обновлённые команды, обновлённые матчи. И, наверное, какие-нибудь ещё будут добавляться ништячки. Если уж вы такой вот фанат FIFA, то, в принципе, можете не обновляться. То, что я имею в виду, можете не обновляться, если вы фанат FIFA. В том, что в 14 FIFA куда больше игровых режимов, достаточно нам привычных уже давным-давно. Здесь же всё урезано, остался только Ultimate Team, что, конечно же, фанатам серии может не совсем понравиться. Но, понятное дело, и Games уходит от, так сказать, платных игр, то есть платной FIFA к бесплатной, но с внутренними игровыми покупками. То есть здесь вы сможете покупать себе игроков, и на это вам придётся тратить абсолютно реальные деньги. И гоу! Нормально, нормально, я забил. И вот мы можем видеть лица, да. Я не очень хорошо разбираюсь, конечно, в футболистах, но, на мой взгляд, лица у них стали несколько лучше, чем были в 14 FIFA. В общем, качать или не качать её, конечно же, решать вам. Я высказал своё мнение. Думаю, вот таким вот явным фанатам, которые любят разные игровые режимы в FIFA, за что они, наверное, в неё и всегда играли. Их здесь нет, есть только Ultimate Team. Опять и опять я это повторяю, как Talmud, не знаю. И, в общем, наверное, всё, что я хотел сказать об этой игре. В принципе, она неплохая. Можете дождаться официального выхода, точнее, лучше, наверное, дождаться официального выхода в Play Market, чтобы не было каких-нибудь глюков с потерей сохранения и прочей ерундой.